Значит, мы с вами сказали, что по, скажем так, по характеру движения, да, динамические первые, второе статические, где есть только напряжение, и третье запишите еще, туда же я отнесу, идиомоторные, такое есть страшное название, идиомоторные. А кто познал, вы потом дадите им переписать. Что такое идиомоторные упражнения? Слышали когда-нибудь вообще о них или нет? Нет, нет, нет. От слова «идели»? Может, так. Нет, это упражнение в посылке импульсов. Ситуация срабатывает тогда, когда человек вдруг оказался обездвижным. Это может быть паралич или травма у него рука в гипсу, да. И он не может, в принципе, шевелить мышцами. Ничего не может. Но он может закрыть глаза и представлять себе, как он поднимает ногу и опускает ногу. Я вам хочу сказать, что это очень сложное упражнение. То есть мысленное выполнение упражнений. Но я завтра объясню вам, что такое моторно-весторальные рефлексы, да, как это вообще действует более подробно. И получается, что когда человек думает о движении, мозг уже посылает импульсы к тем мышцам, которые должны быть задействованы в этом движении. И человек вот после инсульта, он не может вот согнуть руку, разогнуть. Вы просите его, так, давай, сгибаем, закрой глаза. Зачем закрой глаза? Потому что когда он видит руку свою, которая не движется, она не может вообще ничего сделать, да? То есть, ну, она же не движется, а глаза закрыл, и он себе представил, вот он руку согнул, вот он руку разогнул. И если вы держите, если вы держите руку на его мышцах, вы почувствуете легкое-легкое сокращение. То есть, хоть какое-то движение там есть. Он только думает, а оно уже, реакция идет, да? Это связано с проприорецепторами, о которых мы тоже завтра поговорим, да? Молодежь вам задали узнать, что такое проприорецепторы. Вот. Так что, если не узнаете, совсем там очень. Хорошо? Все. Так. И вот эти идеомоторные упражнения, да, в посылке юмпульса тоже очень важны. для человека. И еще. Еще выделяют отдельные упражнения. Это уже не раз, два, три, четыре, там, а это следующее, да? Упражнение на растягивание, да? Слышались? Растяжка, стретчинг. Упражнение на расслабление. Это тоже такая группа упражнений целая. Их тоже надо научиться делать. Хорошо. И дыхательные упражнения. Тоже целый комплекс. Вы знаете, что при помощи них и дренажных упражнений, не дренажные, это подразделение, так, дыхательных упражнений, можно помочь выздороветь быстрее после бунхита, пневмонии и так далее. Да, записали. Упражнение на растягивание, на расслабление. Дыхательные упражнения. Хорошо. Завязывались. Так, нам еще надо поговорить про противопоказания, но пока это большой тоже кусочек, сейчас не будем. Хочу, чтобы мы попробовали, может, мы позанимаемся, потом, если время останется, сядем еще что-то запишем, вы бодрее будете себя чувствовать. Значит, смотрите, у нас много достаточно. Не у всех есть коврики, я так поняла, да? Не у всех или у всех? А в руках лежат. Не, ну коврики даже не просто лежат. Вы про что? На перине, да? На перине. Если заниматься на перине, то почти толку никакого. Можно даже вред себе позвоночниками не вести. Значит, что хочется сказать про наше занятие сейчас. Сейчас мы сделаем определенное упражнение. Стоя. Мы разомнемся, да? Потом ляжем. И у нас сегодня будет такое занятие, я посмотрю, кто во что-то раз, скажем так, да? Мы протестируем, да? Потянем мышцы те, вот эти, посмотрим силы мышц спины и живота. Такие стандартные комплексы упражнений, такие базовые, не стандартные, а базовые, чтобы увидеть, кто в чем нуждается, да? А потом будем уже работать по заболеваниям, брать шеи, нос, тухон, нос, колесы, артрозы мы с вами разберем, инсульты, как бы мы просто подумали, то, что у вас вы будете больше всего встречать. Как с инсультом человеку работать? Это очень сложно, и нам надо правильно идти. Ну, да. Поэтому, значит, курточки снимайте, и мы приступаем непосредственно менять. Пока не стелите, мы не стоя, потом отодряжем. Пока не стелите. Пока не стелите. Давайте сначала практичим. Вот такой вот. Вот пришла к вам группа людей. Обычно, когда все приходят в первый раз, я уже так могу договорить, как представьте, что вам придется на вам проводить. И все носят. А что делать? А куда идти? Стоп. Положите, пожалуйста, все коврики на место, на свои туда-то. Положите, положите, спрячьте. Если вы, в принципе, не добьетесь своего самого начала, не скажете, и люди не сделают, вам очень трудно будет собрать их потом на руках. И одно дело, если у вас группа из трех человек, и вы знаете, это вот Светлана Ивановна, это Люба Васильевна, это кто-то, да? И вы уже здесь дружите. А когда вот нам здесь 20-30 человек, да? И постоянно кто-то обвлекается, кто-то кого-то спрашивает, а потом вопросы одни и те же. Поэтому сразу думайте. Видите, у нас много. Мы даже, наверное, все и не разно скажем. Мы можем сделать так. Вот половина группы ложится, а потом вторая половина группы ложится, да? То есть вот таким образом. Все равно придется потом вам варьировать с тем людьми, которые пришлось. У нас на программе «Здоровый позвоночник» мы планировали группу по 6 человек, пришло 12. Это адекватно. Ну, что делать? Пришло, как бы пришло. Все. Делаем разминочку. Простую разминочку, да? Кто может, значит, у кого что болит, у кого какие-то проблемы, вы можете себя щадить. А мы с вами смотрим, что у вас болит, что не болит. Можете делиться своими впечатлениями. Не больно, тут не больно. И помечайте. Да? Значит, единственный момент еще скажу. Вы знаете, что есть мышцы в организме? Сгибатели. А есть какие еще? Разгибатели, да? Понимаете, что они работают друг против друга, скажем так, да? Поэтому тоже в теле надо учитывать, что если какая-то мышца не растянута, то с другой стороны будет какая? Нет, если с одной стороны спазмированная, не растянутая, то с другой стороны она какая будет? Растянутая. Не просто расслабленная, еще и растянутая. И тоже может быть спазмированная, но в растянутом состоянии. Поэтому чаще бывает, что человек-суплык, у него хорошо тянутся ноги, а выпрямиться здесь он не может, да? Поэтому ваша задача сегодня посмотреть, как у вас по передней линии, как у вас по задней линии. Хорошо? Все. Давайте опять же повторим эти упражнения маленькие. Эти упражнения хороши для тех, у кого шейного стопандрол, для того, чтобы размять сначала плечевой пояс. Хороши они для тех, кто восстанавливается после травмы руки. Хорошо, если ты вот так локти. раздели. Одна ручка вперед, другая назад. Раз, два. И теперь не просто дрем, мы еще и нажимаем. Раз, два, три. Какое движение есть? Давайте будем вместе проговаривать. Какие мышцы работают? Ну, хотя бы так. Группа мышцы, например, предплечья, да? Передняя, задняя, внутренняя, 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 плечо. Это вообще уже шикарно. Хорошо. Какие суставы прорабатываются здесь? Нет. Конкретно. Лучше по суставам, давайте. Лучше запястный. Да? И? А вы не замечаете, что локтевом происходит движение? Пронация, супинация. Как запомнить, про это, знаете, супнес, пролил. Налил, да? Вот так мы запоминали. Хорошо. Пальцы в замочи, основание ладоней дрем. Какой суставчик прорабатывается? Кисть. Лучше запястный. Кисти будут еще, ой, сколько здесь суставчик маленьких, да? Вот этот вот остановит. Когда это нужно? Какие болезни? Перевомы и? Растяжения. Растяжения. Растяжения, наверное. Артроз больше. Артрит – это острое состояние, это воспаление. Восьмерочку. Или давайте кружочек просто, да? Угу. Инсульты. Инсульты, особенно если не полный паралич. Да? Человек берет одну руку, вторую я зажимаю, и пошел выездить в другую сторону. Как бы, понятно, что? Ну-ка ладошечки вместе прижать. Вот. Прижать, прижать. Хорошо. Хорошо. Выгибаем. Ой-ой-ой. Молодец, еще не дышит. Захрустели. Хорошо. Сейчас просто передыхательное упражнение мы делаем растяжечку как у нас. Хорошо. Хотя растяжечка эффективнее всего делается на дыхании, да? Мы с вами проверяем сейчас. Прямо ведем свои движения. Хорошо. Почти не надо. Что делать? Вот так. Делаем, как ты ее на поверхность. Вывернули, хорошо, на уровне плечи держим. Теперь смотрите. Значит, если человек не может держать на уровне плечи, это так. И у него падают руки, отправляем до снижения шейного отдела. Посточный. Да? При разных условиях можно подумать, может быть, есть проблемы снижения. Да? Теперь смотрите. Тыл кисти друг от друга не отрывается. Мы стараемся все-таки прилипнуть. То есть не просто раскрывается. Держите вы все время вот так. Желать. Все, да? Хорошо. Хорошо. Молодцы. Дышать можно. Что вы тянетесь здесь? Что вы чувствуете вообще? А вот здесь. Все плечи. Все плечи. И вы, когда делаете с людьми упражнениями, упражнения летние, вы чувствуете, что вы уже начинаете уставать. Но, как правило, кто показывает, он утрирует упражнения. Старается больше делать, чем те. Но, тем не менее, люди тоже устают. Хорошо? Хорошо. И делаем один из таких вариантов. Это даже не статическое и нервное растяжение. Но, тем не менее, да? Кисти на себя. Две стенки толкаем. Понятно? Вот у вас одна стена, вот вторая стена. И одновременно мы их раз... Нет, 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 не так. Не так. Вот вас сжимают две стены, а вы должны их оттолкнуть. Понятно? И вот, только без этого. Потому что здесь упражнение на сопротивление. Оно усиливает мышцы, да? Оно усиливает мышцы. Именно силу мышц. А здесь нам надо... Вы сейчас почувствуете, что будет. Делайте вдох, пожалуйста. И толкаем. Раз. Раз, выдох, два, три, четыре. Расслабились. Что вы почувствовали? По-моему, ничего. Получилось. Две. Лаба. Да, я работаю. Я вот так. Вы сейчас не поверили. Их вы правильно делаете. Вы почувствуете здесь. Их вы тянете, и еще не здесь. Да? Хорошо. Еще раз. Дох. Толкайте далеко-далеко. Раз. Выдох делаем. Два. Еще сильнее. Три сильнее. Четыре сильнее. Расслабились. Упражнение на растяжку, особенно, когда нету... Мы привыкли, наклоняемся и толкаемся, да? Они как бы вот ощутимы. А эти упражнения, ну, немножечко делать неудобно, да? Еще раз очень. Это для шейного стопа. Двое хорошее упражнение. Вдох. И раз. Толкаем. Два. И три. И раз. Клоняемся. Хорошо. Предложите мне динамическое упражнение для плечевых суставов. Динамическое. Такое хорошее. Нет, не для мышц на плечи, а для плечевых. Ну, хотя бы так. Да, вперед. Руки как-то сделаем. Плеча на нее пошли. Двух. Круговые. Хорошо. Теперь смотрите. Круговые. Вообще все упражнения можно делать в двух вариантах. Один вариант. Это красиво, правильно. Круглевые механики все. Да? А другой вариант. Удобно. В принципе. И говорите, да что там без культура? Ничего страшного. Ничего и нет. Нашли. Да, ничего не дает. Смотрите. Когда мы делаем гроху, у нас ногти стремятся друг к другу. И спереди. И сзади. Вообще в лечебнике скульптуре очень важный исход для положения. Визировки в эти все. Шеи будут. Еще в шеи. Огромные. И назад. Такие. Дышите. 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 Ну, уже согнутые были. Ну, что, там можно ждать. Я встану. Попробую. Ну, что, да. Дайте динамическое. Хорошо такое динамическое. Которое бы... А, я давайте так. Динамическое для крупных мышц. О, да, да. Вся рука вместе. Да? Пошли. Хорошо. Мне тоже очень нравится это упражнение. Единственное, что когда его делали, то делали так. Я убила, но показывала. Как правило, человек, ну, силы не хватает, он начинает делать тело. Да? Как бы, она надо спиксировать тумовище. Животик подтянули, чтобы поясница не получала на русский. И еще раз скажу одно. Вперед все и так сутулы вверх. То есть, если вы сделали четыре раза вперед, то сделайте восемь раз назад. Нам нужно раскрыть. Потому что есть такие мышцы, которые у вас глубные. Знаете, как говорится, да? Вот. И вот, как правило, они очень спознаны. Теперь смотрите. Зажали. Разница. Вот у вас ладошки раскрыты. Делаем. Ладошки раскрыты. Рука болтается. Теперь зажали кулачки. Продолжаем. Поменялось что-то? Да. Руфа. Руфа. Живи не легче. А теперь вы примите руки все-таки по-настоящему. Все. В локтевых суставах. Как будто идея. В локтевых суставах. Да. А почему голова, если взяли в шее? А в локтевых суставах можно сказать? В локтевых суставах можно сказать? То есть, не надо сначала гейки. Нет. Сначала нет. То есть, видите, шея начинает подключаться. Потому что вы зафиксировали движение. Вы перестали сгибать локтевых суставов. И шея начала компенсировать, чтобы движение было больше. То есть, ну мы так, если мы слабые ногами, то мы делаем всем телом. Да? Хорошо. Немножечко еще. Катую. Считайте пару укажений. Круговые движения. Чем? Верх несчастье. Верх несчастье. Верх несчастье вот так. Поможем. А вот так хорошо. Вот так вот крутится. Хорошо. Давайте мы сделаем. А я вам еще расскажу одну такую штучку. И потом вы перестанете на него идти. Хорошо. Тазом делаем. Включаю движение. Таза си. Когда мы делаем тазом движение, что у нас стоит, а что движется? Вверх несчастье. Вверх несчастье. Мы делаем только тазом. Голова не движется. Голова у нас не движется. Тазом движется. А теперь давайте еще макушкой тянуться. Потому что все-таки, все-таки, стоя вращательное движение для послоночника, в вашей группе, в которой 90% людей не делали даже снимок на поясницу. А если там рыжа, то есть вы перестанете. Поэтому вот это упражнение тоже как бы является, это вращение уже чем у нас? Туловище. Туловище. Вверх несчастье. Хорошо. А видите, в комбинации, вот я бы показала, в комбинации вы движение верхней частью туловища превращаете в движение и таза, и туловища. И у человека даже у некоторых хрустеть там все начинает. Потому что позвонки вот так. Поэтому если уже туловищем, то таз зафиксируйте и головой на потолке рисуем круг. И в другую сторону. И таз тоже стараемся вытянуться. Конечно, почти, честно говоря, мало помогает. Вот. Но однако, хоть как-то суббитством вошел грехчешь. То есть я, эти упражнения, как правило, в группах, где люди у нас болеют, я их не даю. То есть мы вот эти делаем наклончики с ними, четко, без наклона вперед. Потому что смотрите, давайте вот сделаем такие упражнения. Руки вниз. Стандартное упражнение на зарядке. Одна ручка вниз, другая под мышку. Делайте все таки. Да. И упражнение хорошее. Но. Но. Делайте. Сейчас покажу. Ну, у нас же люди такие интересные. Они же хотят уже, если достать до коленок, то достать до всей, что... До полных. Что потом делайте? Раз. Вперед, давай. И видите, что происходит? Сочетанное движение. Не только в бочок, а в курики. И в этом движении очень легко расшимушка-решечка. Да. Поэтому, если вы даете, то должны четко сказать, что это только в бочок. И садить дыхание. Вдох. И в дыхание. Как правило, на зарядке движения даются быстро, это и активные. На дыхании уже нет времени. А без дыхания можно получить хороший спазм в себе, мышцах. Особенно пояснится. Хорошо. Тут проговорили. Что еще? Ноги. Как потянуть ножки, стоя? На полу, на свой рост. Вот. Доменчатый упражнение на голове вперед, при котором нагрузка на межпозонковой диске поясничной. А делик колоссальная. Мы все их делаем, но... Ну, по полу, давайте. Попробуйте. Мы все их делаем, но речь идет о том, что классно. Вам придут люди большие, особенно если вы проведете программу для позвоночника, то вам придут люди разрушенные, ведь они разрушенные позвоночники. И это упражнение мы убираем. Ну а что делать? Ну я с легендерной ногой. Лучше эти упражнения сделать лежа на спине. Я только шукала. Вы все равно растянете ноги. Медленный можно разрушать. Медленный можно разрушать. Давайте не будем спрашивать. Мы... Это для прозабедренных у вас будет, не для занятий ноги. Мы будем с вами проходить здесь программу для наших позвоночника. И мы это все распишем и поговорим. Я тоже дам вам, у меня есть видео вредных упражнений. Тоже в интернете я просто нашла вам, чтобы увидеть, чем можно заменить. Ведь многие растянуть можно по-другому. Какие варианты? Даже стоят. Так именно задний, медленный или спереди? Ну, все так. Это переднее. Вот так вот. Вот мы наряду делали, а вы вспомнили. То есть если я даю наклон им, то помните, как только... Видите, какой наклон? А теперь, ну, посмотрите. Вот я наклоняюсь. Тянутся мышцы. Наклонитесь, пожалуйста, вперед. Все вот так. Только по правилам. Помните? Ладошка выше, чем плечо. И не наклоняйтесь ниже, пока у вас руки не сделают. Сделайте сначала так и наклоняйтесь ровно столько, сколько вы держите руки. И вы можете раз, и выпрямились. И раз. Тянутся ноги вообще? Но наклона глубокого, полного нет. Ноги тянутся. То есть, ну, вы добавили луча, руки. И все. Вы все изменили в упражнении. А если еще выдохните в это время, вы бьете. Все равно руки ниже. Выше поднимаем. Ваши ручки должны быть выше, чем... Хорошо. Это не обязательно делать в таком темпе. Вы можете это сделать... Встал человек, встал. Тем более, что вам нужно контролировать людей, да? То есть... Сделайте, пожалуйста, я скажу. То есть, в принципе, наклониться можно еще даже ниже, если я не могу. То есть, спиночка ровная тогда остается. А теперь смотрим на наклон этот. То есть, мы убираем, естественно, лордоз в пояснице. А, как правило, вот те люди, которые к нам приходят с грыжами, у них, у всех на МРТ заключение лордоз слажен. То есть, поясничка расстремляется, а мы упражнениями еще больше расстремляем. Им легче становится, потому что еще больше расстремляется. А потом все управляются. Хорошо. Ноги. Ноги. Еще что? Эти внутренние поведения с подрака. Как мы подсадим? Ну, так когда вы это на милейте не просаживаете? Мы тянем ногу? А, вот это же красивенько. Да, просто покачали. Красивенько, хорошо. Просто покачались, да? Хорошо. Так. Ну, вы для себя сейчас, для разминечки сделайте, чтобы мы разогреты и мышцы были. Хорошо. Вот красиво делали, правда? А мы давай показывали, как надо. Не надо. Теперь смотрите. Хороший пример на нем показать. Стас и голова должны быть на одной линии. То есть, голова над попкой должна идти. И теперь переносишь вес тела. Немножко по-другому получается, да? И как спортсмен. А так, как-то непонятное дело. Хорошо. Хорошо. Еще один момент вспомнила ваше движение. Значит, стоя упражнение, где вы даете скрутку позвоночника, это тоже очень опасно. Это опасно. Поэтому скрутку мы даем постепенно, потихонечку, легче. Хотя эти упражнения такие классные, легче. Как бы, ну, я понимаю так, что если у вас все в порядке и уверенно, то есть вы обследовались у вас, потому что хондроза нет, делаете. У кого его нет, покажите. А здесь, это растяжка у вас. Вот это нормально. То есть, если вы руку... Вот, смотрите. Поясница-то стоит на месте. Вы тянете мышцы. А здесь реально движение за счет позвоночника идет, да еще и с размахом. То есть, вы набираете скорость и пошли махать, да? Как бы, это опасно. Хорошо. Это на стене, который опирается на стене? Да. Да. Хорошо. Ну что, давайте теперь кого-нибудь положим. Кто вместится? Значит, ложиться надо так, чтобы вам было место махнуть на горе рукой. Можно, да. Только без обуви можно. Сюда или там надо заводить. Что? Нет, тоже туда же веришь. Можно сюда. Можете в этот наискосок? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Какие группы мышцы? Ноги где? Зад или впереди? Тянутся ноги сзади. Хорошо. Что укрепляется? Помимо ног еще что тянется? Спина тянется или нет? Шея тянет. То есть вся задняя линия будет тянуться. То, на чем мы лежим, то и тянется. Что сверху, то и тянется. Хорошо. Если мы поворачиваемся на живот, что тянется? Живот и мышцы. Еще что? Другие мышцы приопределят. И? Ноги. Мы сейчас с вами посмотрим, кто как тянется. Остальные дома еще пойдете и ляжете. Хорошо. Ложимся на спину. Потом. Сидите по телу. Ой, как хорошо. Хорошо. Давайте сразу я не буду делить то на то. Я буду рассказывать и помечать. Значит, смотрите. Руки за голову. Положите. Подвести так, чтобы ты мог лечь. И вот это уже положение, которое определяет. Когда вы будете положить людей. Под голову или за голову. Под голову одной и той же. Хорошо. Теперь, глядя на вас, давайте те, кто не занимается, внимательно посмотрят на людей. Это то, что вам нужно будет. Вообще, я на ЛФК когда провожусь, я с людьми не ложусь. Я уже как-то Ричи говорила, что у меня даже форма. В принципе, какая разница в какой я форме. Я не ложусь. Почему? Я вижу. Я смотрю, кто как делает. Я вижу, какие проблемы у человека. И я могу корректировать. Есть я и ЛВА. Они все крепкие, думают, что что-то делают. А делают, что попало, да? И человек ходит, ходит, ходит на занятия, а у него не получается. Он компенсирует тебе движения. Теперь вот, мы легли. Что я вижу? Вот, например, у вас. Можно я так как-то показывать? Он уже сам понял, он уже пытается положить. Видите, локти не нажатся. Если попробовать уложить их, то ему будет больноватый. Где? В плече. Значит, есть две причины основные. Во-первых, это мышцы просто не растянутые. Например, если кефоз был на мозге. Но вроде бы я не замечала у него. Есть травма плеча. Травма. И причем это будет застарелая травма. Человек вроде бы все нормально делает, а выпрямиться не может. Да? А если по зону это делать совершенно дырка? Дырка там надо, надо видеть. У всех небольшая дырка. Перелом. Вот у вас перелом был. Так еще кого-то увидела. Значит, еще я вот смотрю вот на пситричку, как снимаешь. Так. Вот здесь, лежите-лежите, хорошо очень лежите. Вот если я на нее смотрю вот так. Встаньте периметриантами. Посмотрите на нее вот так, ровненько. Что вы скажете? Вот искривление идет. Ну еще не факт, что искривление, она лежит криво, да? Вот такой дух. Вот ваши ноги ушли вправо. Да? А я и специально так положу. Видите, оказывается, все так положено. Я реклама неудобно. Вы еще не сказали, что так лежать. Да. Ну вообще, смотрите, лечебная физкультура. Да? Как удобно. Удобно я знаю, как вам удобно. Подушка под голову и нога на ногу. Это поза отдыха для людей, да? То есть, но все равно, я смотрю не только на ноги, я смотрю на угол в локтях и вижу, что тоже все равно в правую сторону локтики, ну как бы локоть больше развернут. И я могу подразумевать там сколиоз. Можно проверить. Да? Итак, на каждом вы посмотрели, где-то что-то исправили. Теперь хорошо. Тоже локтики не можете, да, прижать. Или просто голову, плечет. Хорошо. Но у нас таких голов не может положить, вроде бы нет, да? Теперь вот эта поза, которую я вам сейчас показала. Руки за головой, ноги ровненько, спинка лежит, да? Это корригирующая поза для занятия для сколиоза. Поза корригирующая, то есть вы постоянно делаете акции на прямом лежании и локти на пол. Хорошо. Руки на живот положили. Вдох носом, надуваем большой животик. Проверяем все диафрагмальное дыхание. Выдох. Поясницу не отрывайте, не выгибайтесь. Вы просто дышите. Вдох. Надулся большой, большой животик. Выдох. Расслабились. Хорошо. Вдох. И выдох. Расслабьте, пожалуйста, животик. Вдох. И выдох. Хорошо. Сразу разучим с вами один тип дыхания, который помогает, если вы сделали какое-то очень интенсивное упражнение, и вам надо восстановиться. Делаем вдох один раз. Выдох делим на части. Выдываем воздух ступенчато. Вдох. Хорошо. Хорошо. Еще раз. Хорошо. Роб. У всех получается? Хорошо. Это дыхание вы оцениваете, когда мы будем с вами отжиматься. Хорошо. А сейчас просто немножко потянемся. Руки за голову положили. Что я проверяю, когда занимаюсь в людьми первый раз? Я проверяю, насколько региблины мышцы ноги, задней поверхности, потому что они непосредственно связаны с поясницей. И если человек эти мышцы не растянут, то с поясницей тоже очень трудно бороться. То есть она болит и болит, ничего с ней не делаешь. Руки под голову. Локти на пол. Положили. Стопы на себя, от себя. Пошевелили. От себя. И дальше. На себя. Дайте мне хорошую амплитуду. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. Три. Четыре. Раз. Два. 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 Раз. Два. Это сопротивление получается. Мало. 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 Смотрите. Теперь вот принцип. Какие сейчас группы выяснили? Крупные, средние или мелкие? Мелкие. 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 Стопа. Посредние. Ладошки и лицо это мелкие. Когда мы работаем с мелкими группами, мы должны нагрузочку дать побольше. То есть количество повторений побольше. И амплитуда движений, пожалуйста, полная. То есть раз. Два. На себя. От себя. Раз. Два. Три. Четыре. И болевинку делаем, а потом со всей силой. Пяточками тянем все. Хорошо. И темпу обычно я даю. Раз. Два. Три. Четыре. Пятьдесят. Раз. Пожалуйста, трудимся. То есть это не десять раз. В конце, когда вы уже будете пить и десять раз. Что вы должны почувствовать? Работаем, работаем, работаем. Мы должны почувствовать, как можно мышцы. И то, что они так уже почувствуют. Хорошо. Мы вовлекаем их в процесс. Это ощущение, в принципе, можно назвать болью. Жжение. Напряжение. Да? Хорошо. Ноги пошире положили. Стопами круговые движения делаем такие. Опять же, амплитуда большая. Но здесь уже позаберили мы даже немножко расшевеливаемся. В одну, потом в другую сторону. Ноги пошире положили. И теперь мы сваливаем стопы внутрь и наружу. Ножки не сгибаем. Мы стараемся пальцами ног достать до пола. И внутри, и наружу. Шире появляются. Вмещайтесь, вмещайтесь. Стопочки внутрь, стопочки наружу. Хорошо. Теперь смотрите, это движение касается только стоп сейчас. Нет. Вы чувствуете, да? Что уже пошло бедро. Две ножки сразу. Две коленки снова. Две ножки сразу. Хорошо. Вы немножечко разогреете, да? Потом коленочку в груди потянули. Нет, нет, нет. Ручки убрали. И на место положили. Да. Обычно вообще, если вы дали исходное положение, например, лёжа, руки за головой. И потом говорите, ногу согнули, разогнули. Руки тоже никуда не шевелят, да? Они так лежат, так и лежат. Если надо только менять, то есть, что ни си там, что ни там. Хорошо. Давайте так, колено к груди потягиваем и опускаем ножку. Хорошо. Поделаем просто, чтобы почувствовать движение. Угу. Меняем ногу. Меняем ногу сразу. Правая и левая работают. Хорошо. Теперь, если вы работаете с грыжами, у вас всегда стопы на себя. А учитывая, что при остолхандроиде вы не знаете, если там не грыжа существует, то лучше стопа всегда на себя будет. Правая и левая работают. Правая и левая. Меняем ножку на каждый раз. Да, один раз-то. Да. А теперь у меня вам просьба. То есть, вы уже пошевелились, стопы вы поправили. Теперь давайте правильно дышать начнем. На время каждого упражнения. Учитывая, что у кого-то давление, у кого-то проблемы какие-то, у кого-то нет. Мы сразу включаемся в дыхание. Лежим. Вдох. Подтягиваем колено к груди. Выдох. Стопа на себя. Опустили. Вдох. Вторая ножка. Выдох. Продолжаем. Локти на пол. Улыбочку. На себя. Стоп. Топы нахожу. Не видите. Левая, правая. Левая, правая. Левая, правая. Нет, мои хорошие. Выдох должны быть во время подъема, а не когда уже все закончилось. Да? Снимаем. Снимаем напряжение. Снимаем головы напряжение. Снимаем головы напряжение. Стопа на себя. На себя. На себя. Вот еще раз. Да? Когда вдох пройдет. Выдох на коленочку. Фух. На нее. А, когда она разбивается. Снимаем головы напряжение. Снимаем головы напряжение. которые вам нужно задействовать сейчас. Сейчас. Я прошу вас просто, чтобы проверить вас и вы тоже просто сделаете. Стопы на себя. Потянитесь пяточками далеко-далеко от себя. Потянитесь, чтобы почувствовать даже микроножные мышцы. Пяточками тянемся, тянемся, тянемся. Носки на себя. Ага. Пальчики к носику тянутся. Хорошо. Теперь. На выдохе. Поднимаем одну прямую ногу. Одну. Но поднимаем мы ее только до тех пор, чтобы на себя. Пока ваша нога остается прямая. Как только она уже начинает сгибаться, дальше мы не идем. На выдохе. Попускаем. Делаем вдох. Нога посадка. Выдравляйте ногу. Стопы на себя. И вот оно. И здесь оно все видно. Что с руками? А, ничего-ничего. Давай, дыши. Вы пяточкой тянетесь к потолку. На выдохе. На выдохе. Ой, тянется уже. Тянется. Да. Но здесь очень четко вы должны проговорить, что только ровно только, сколько вы можете. А людям кажется, что нога у них прямая. Она на самом деле. Ножка сгибается, они машут, расшевеливают себе поясницу, разбалкивают. А толку никакого. Руки на пол. Работаем. На выдохе. А теперь, пожалуйста, когда вы поднимаете ногу, вторая нога должна лежать прижатой к полу. И махом. Пошли. Пошли. То есть я смотрю на некоторых людей, я вижу, что он принимает ногу только за счет того, что вторая нога сгибается, и таз сгибается. Вы, в принципе, это можете заметить только когда вы смотрите на детей во время занятий. ноги сгибается. Вычислили, как тянутся, ножки. Плечи остыли. Молодцы. Стопы, я вижу, не у всех еще отработаны. Стопочки. Вот, вот вы. Молодцы. Все, достаточно. Ноги согнули. Поставили стопы немножко на коврик. Руки на живот. Вдохнули. Выдохнули. Хорошо. Хуже все. Не надо. У нас не по времени больше. Да? Да. Угу. Кто меня не слышит. Ноги согните. Мы ждем. Руки на животе. Судорога, да? Да. Что делать, когда судорога? Стопу на себя со всей силы вытянуть. Стопу на себя. Не руками, а ножкой. Через боль. На себя. Стопу. Через боль. Вот это надо сделать через боль. Растяжку даете другой мышце и судорога опускает. Обе ноги. Обе ноги. Обе ноги. Это голову. По-моему, они постоянно. Так. Какая-то. Хорошо. Вот вам молодые люди, да? Вот будете к Алексею вопросы все задавать, а он будет лекция. Разразовывать. Спазмы. Ножи бы согнули. Спазмы и в плечи. Просто так ничего не бывает, да? Аплезированные упражнения дали на растяжку задней мышцы и сразу спазмы. Ну, есть о чем задуматься, как бы. Хорошо. Руки на животик. Доп. И выдох ступенечками. Доп. Еще раз. Доп. Ступенечками. Хорошо. Мы с вами попробовали чуть-чуть потянуть ножки, да? Мы с вами разучим упражнения лежа на спине, лежа на боку, лежа на животе. Она четверенько стоит. Такие базовые упражнения для проблем со спиной. А уже стоят, это будут разминочки такие более-менее, да? Были бы у нас мячи большие, эти фитболы на мячах позанимались. Единственное, что у меня еще есть резинки. Вот. И мы посмотрим, что такое комплекс. А сейчас, пока мы летом закончим. Каждый, естественно, не занимался дома, тоже вот ляжете там вечером, попробуйте потянуться. Хорошо? А вы пока не оставайтесь. Хорошо? Нет. 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 Нет.